Финал мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом открылся в Нижнем Новгороде. Чемпионату мира предшествовал российский финал, о котором мы уже рассказывали. Задача команд формирования бизнес-стратегии. В финале чемпионата мира принимает участие представители 23 стран. У нас был очень конкурентный финал. Смотрим, что будет на мировом уровне. Я очень надеюсь, что они покажут такой же высокий результат с таким же отрывом, как показали в национальном этапе. Вот это наставничество, эта преемственность, которая прослеживается во многих проектах платформы «Россия – страна возможности», она воплощена и здесь, в чемпионате Global Management Challenge, и явно дает свои результаты. И, конечно же, не только в чемпионате, но и в их профессиональной деятельности. Четвертый раз в Нижнем Новгороде проходит мировой финал, потому что у России за 14 состоявшихся сезонов было 6 мировых побед. У нас, как у победившей в чемпионате страны, есть приоритетное право проведения. Вот мы еще имеем, как минимум, два приоритетных права, потому что 4 финала и 6 побед за эти 14 состоявшихся сезонов. Так что Нижний Новгород в год 800-летия у нас принимает четвертый по счету мировой финал. Ну, во-первых, все участники, которые сюда приехали, они уже победители, потому что они победили в соответствующих этапах в странах. Во-вторых, главная цель этого мероприятия, нужно об этом забывать, это не победа, а развитие управленческих навыков. В этом вся суть соревнований. Надеюсь, что участники тоже об этом будут помнить.